У Бога есть уникальное призвание для мужчин и женщин. Нам нужны как женственность, так и мужественность. Они являются частью образа Божьего. Но сегодня идет война в том вопросе, к чему Бог призвал вас. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Сегодня я хочу поговорить с вами о войне против мужчин. И это не значит, что нет войны против женщин. Но сегодня я хочу конкретно поговорить о войне против мужчин. Если вы были в прошлый раз, то видели, как я забрасывал мяч в корзину 7 фунтов. Это было нечто. Мы говорили о том, что бывает, когда вы занижаете цель. Мы с отцом часто играли в баскетбол, и я всегда просил его опустить кольцо пониже, чтобы я мог сделать вот так. Он говорил, пол, его можно сделать пониже, но это не стандарт, которым нужно играть. Стандарт 10 фунтов. А когда понижаешь стандарт, то ты не готов к игре на высоком уровне. Я хотел потренироваться на меньшем стандарте, но мой отец постоянно поднимал планку. Нам нужны мужчины, которые поднимут планку для следующего поколения. Они понизят стандарт. Если вы ждете начала проповеди, она уже началась. Мы говорили о том, что Иуда пишет в третьем стихе. Подвязаться за веру. Подвязаться? Что значит? Что это означает? Соревноваться, бороться. Когда ваша цель низкая, то нет состязания и борьбы. Легко забросить мяч в корзину, когда она прямо перед вами. Но вам нужно нечто большее. Есть пару человек, которые уверены во мне? Отлично. Но суть в том, что лучше помучиться с правильным стандартом, чем оказаться успешным, с неправильным стандартом. Лучше едва достать до кольца, когда оно установлено на правильной высоте, чем без проблем забрасывать семи фунтов. Давай друзьям пять и говорить, что это и есть жизнь. Именно об этом Иуда говорит в четвертом стихе. Он говорит, что есть люди, которые прокрались в церковь и извратили послание благодати в лицензию на грех. Иными словами, они понизили стандарт. Они сказали, давайте будем давать друг другу пять. Давайте понизим стандарты, будем жить, как захотим. Мы будем называть себя мужами божьими, хоть и не относимся к женщинам без уважения. Вот почему наше общество в таком ужасном состоянии. Мы поднимаем стандарты. Мы мужи божьи. Сегодня в церковь на поклонение пришли мужчины. Они приходят на молитву. Давайте поаплодируем мужчинам, которые стоят за веру и соревнуются за высший стандарт в своей жизни. Сегодня я хочу поговорить о том, как нам, мужчинам, победить в этой войне. Как нам стать сильными воинами на поле битвы мужественности. Как нам стать теми, кем нас считает Бог. Дамы, это касается и вас, потому что вы влияете на мужчин. Мы ведем себя так, словно нас не интересует ваше мнение или ваши слова, но ваши слова формируют нас. И когда вы занижаете стандарт отношения к вам или стандарт мужчин, то мы будем соответствовать вашему стандарту. Когда вы бросаете нам вызов и говорите, «Ты не призван играть на таком стандарте. Ты не можешь прикасаться ко мне так. Уважай мою мать, моих сестер, женщин. Не говори плохое в раздевалке. Когда вы поднимаете стандарт, мы принимаем вызов. За мужчин идет война». Павел сказал в 1 Коринфянам, глава 4, стих 15, «У вас 10 тысяч наставников, но мало отцов». Проповедовать легко, а чтобы быть отцом, нужна смелость. Бог не ищет больше ярких проповедников. Он ищет верных отцов. Учитель говорит, «Приди, послушай, как я выступаю». Отец говорит, «Иди со мной. Я научу тебя ходить». Я не ожидаю, что ты будешь только слушать меня. Учитель хочет, чтобы вы получили информацию. Отец хочет передать вам нечто. Отец готов работать со своими детьми. Он готов разбирать их мусор, а не бросать их, говоря, «Вы надоели мне». Учитель может поменять класс, если захочет. Он может пойти в другую школу, потому что эти дети не понравились ему. Настоящий же отец посвящает себя развитию и становлению детей, чтобы они играли с тем стандартом, которому нас призывает Бог. Мы должны вести войну. «Ниемия был мужем Божьим». Откройте 4 главу Ниемии. Да, мы рады Слову Божьему. Ниемия восстанавливал стены Иерусалима. Он работал над благодарной целью – восстановлением Израиля. Израиль пал. Там были проблемы, проломы в стене. И поэтому Ниемия сказал, «Мы должны восстановить то, каким был Божий план для Израиля». И он взялся за дело. В 7 стихе говорится о людях, которые узнали об этом. Их звали Санавалат и Товия. Они собирались с арабами, аммонитянами и азотянами, и услышали, что повреждения в стенах Иерусалима заделываются. Иными словами, Ниемия делал работу Божью. Он восстанавливал Израиль, и они разозлились. Дьявол злится, когда мужчины поднимаются и поднимают стандарт. Начинают восстанавливать стены, заделывать повреждения. Дьявол злится, когда вы становитесь мужем Божьим, то превращаетесь в цель для врага. Если вы сталкиваетесь с проблемами, то, возможно, потому что вы делаете что-то хорошее. Плохие вещи случаются не только с теми, кто принимает неверные решения. Они случаются с хорошими людьми, которые поступают правильно. Но не сдавайтесь. Бог с вами посреди ночи. Никакое оружие не будет успешно. Итак, Ниемия узнал, что враг разозлился. Посмотрите, что он сказал в 7 стихе. «И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим». Они выступили против строителей, работников, воинов на стенах. Они сказали, мы посеем смятение среди этих людей. Именно это мы. И видим сейчас в обществе. Мужчины в смятении. Идет война за умы, сердца, эмоции и личность мужчин. Голливуд представляет все так, словно мужчины странные и не знают, что делать, что лидерами должны быть женщины. Послушайте. Это не послание о войне полов. У Бога есть уникальное призвание для мужчин и женщин. Проявления мужественности и женственности нужны. Они являются частью образа Божьего. Но сегодня, я обращаюсь конкретно к мужчинам. Идет война за то, к чему Бог призвал вас. Вот почему сейчас в тюрьмы попадает так много мужчин, чем женщин. 92,9% заключенных — это мужчины. Итак, 7% — женщин и 92% — мужчин. В тюрьмах слишком много людей. Но посмотрите на возраст, когда мужчины попадают в тюрьмы. Это происходит в 26 лет. Это пиковый возраст. Затем 30 и 36. И они начинают выходить из тюрьм к 46. Вы скажете, разве это важно? Я стал отцом в 28. Представьте себе, что вы 26-летний мужчина. У вас один, два или три ребенка. Вы попадаете в тюрьму и проводите там 10, 15 или 20 лет. И что происходит, когда вы выходите? Мы видим детей, которые растут без отцов. И цикл повторяется. Нет отца, нет лидера, нет мужчины, который научит мальчика. Но есть мужчина, который учит мальчика поднимать стандарт. Они говорят, знаешь, мы пойдем в церковь, но мы не пастыри. И мы можем говорить так с женщинами, спать с кем попало, принимать наркотики. Мы можем пить и смотреть это. Ты можешь дерзить матери. Мы занизим стандарт у нас дома. Мы не будем напрягаться. Пусть ветер дует, как захочет. А когда стандарт занижают, это рушит поколение. Вот почему я хочу призвать мужчин вернуться к тому, к чему их призвал Бог. Посмотрите, что происходит из-за войны против мужчин. 90, точнее 80% всех самоубийств в мире совершают мужчины. 8 из 10 самоубийств, которые случаются сегодня, будут у мужчин. Враг ищет мужчин. Если смотреть на Библию, то половой геноцид был лишь против мужчин. Это было во времена Моисея. Убить всех еврейских мальчиков до двух лет. Это было во времена Иисуса. Убить всех мальчиков. Не было геноцида против женщин. Я не говорю, что нет войны против женщин. Но давайте сосредоточимся. Сегодня на фактах. Мужчины умирают быстрее женщин. Женщины живут дольше мужчин. Это научный факт. Каждый пятый мужчина умрет до 65 лет. У мужчин на 38% больше проблем с болезнями, чем у женщин. У них больше шансов столкнуться с болезнью, сердца, рака. Враг хочет убрать мужчин из общества, их домов. Загнать их в угол, в тюрьму. Замолчи, ничего не говори, это глупость. Но не здесь. Я и дом мой будем служить Господу. Мы будем сильной церковью, мужчин и женщин. Мы не будем только женской или мужской церковью. Мы будем многоэтнической церковью, в которой работают в силе мужчины и женщины. Это будет церковь, где мужчины будут такими, какими и хочет видеть Бог. Не оставляйте битвы, потому что вы победили зависимость. Вытяните других мальчиков и мужчин из этой зависимости. Помогите мужчинам, которые борются с разводом, с депрессией, с мыслями самоубийствия. Борейтесь за своих братьев! Борейтесь за них! Сейчас 86% бездомных — это мужчины. 86 из 100 человек, живущих на улице, — это мужчины. Сейчас стало меньше мужчин, которые получают диплом в университете или хотят попасть на высокооплачиваемую должность. Им говорят, не пытайтесь быть доктором, дантистом, не пытайтесь быть лидером, не пытайтесь быть менеджером. С этим разберутся женщины. Теперь просто нужно сесть. Это не война полов. Я просто говорю, что мы должны бросить вызов мужчинам, чтобы они поднялись. Я не говорю, что вы должны пойти в университет, чтобы стать успешным. Но со статистикой что-то не так. Мужчины сталкиваются с атаками в разуме, теле, в сердцах и эмоциях. Им говорят, не плачь, не показывай слабости, не иди к алтарю, не проси молиться, не обращайся к другим мужчинам. Мужчины намного менее склонны к тому, чтобы строить отношения, в отличие от женщин. У нас есть проблема в общении с другими мужчинами. Мы изолируемся и думаем, что это путь к победе. Делай все сам. Мы должны воевать за мужчин. В нашей церкви, стране и в мире Ниемия говорит, мы будем бороться со смятением. Кстати, смятение нападает и на личность человека. Сейчас есть мальчики, которые нападают на девочек. Эти мальчики не знают, кто они. Мужчины оставляют естественное влечение к женщинам. Они больше не знают, мужчины или они, женщины. Смятение захватило умы мужчин. Я хочу сказать, что MTV, CNN, Fox News и так далее, журнал Times не определяет нас. Божье Слово определяет нас. Он создал нас мужчиной и женщиной по образу Божьему. И вы тот, кем вас сотворил Бог. Вы цены в том виде, в котором Он сотворил вас. Вы не ошибка, не случайность, не мусор. У вас есть цель, как у мужа Божьего. И вы нужны нам, мужчины. Ниемия говорит в 9 стихе, «И мы молились Богу нашему». Вот лучшее место для того, чтобы мальчик стал мужчиной. На коленях говоря, «Господи, мне нужна Твоя помощь. Я окружен смятением. Голоса говорят мне одно, медиа другое. Порнография прямо передо мной. Господи, мне нужна Твоя помощь, чтобы быть тем, кем Ты призвал быть меня». Лучшее место стать мужчиной. На коленях перед Богом в молитве. Вы не станете мужчиной в мужском клубе, в баре с друзьями в раздевалке. Вы становитесь мужчиной в Доме Божьем. На коленях, когда вы говорите, «Господи, Ты мне нужен». Я не поддамся и не понижу стандарт. Нам нужно, чтобы мужчины давали отпор. Они сдавались под давлением. Не бросали полотенца. Слишком много мужчин совершили самоубийство. Не прыгайте с моста. Женщины, у вас есть чудесная способность сказать нужные слова в нужное время, чтобы мужчина стал тем, кем его хочет видеть. Бог, ваши слова сильнее, чем кажутся. Мы ведем себя так, словно ваши слова не важны, но это не так. Они проникают в нашу душу. Когда вы говорите, что мы ценные и особенные, то у Бога есть цель. Я не был бы тем человеком, что стоит перед вами, если бы не моя мама, которая говорила мне, «Пол, у тебя есть призвание». Я не был бы здесь, если бы не моя жена, которая говорила, «Ты нужен своим мальчикам» и «Мне, любимый, у тебя есть цель призвать мужчин к тому, к чему их призывает Бог». В 14 стихе он говорит, «Я собрал знать джентльменов, лидеров домов, собрал их, царство еще живо в нашей стране. Его мало, но в Талсе, к Лахоме, царство еще живо, то, как вы относитесь к другим». Он говорит, «Я собрал людей и сказал, мужчины, настало время воевать. Настало время воевать. Не бегите от них. Вы можете победить этого Голиафа. Вы можете победить на войне. Стены Ерихона падут. Не бойтесь врага». А потом он говорит, «Помните Господа». Иначе говоря, это не произойдет благодаря вашей мужественности, вашим способностям, личности, силе, вашим тренировкам в зале. Помните о Боге, который внутри вас. Вы лучше завоеватели не потому, что ходили в зал и тренировались, а потому, что ходили в церковь и исполнялись Духом Святым. Помните, кто ваш историк, кто открывает вам вашу сущность, ваш Бог. Он велик и славен. А затем он говорит, «Сражайтесь за братьев моих». Я не просто битва за вас. Я сражаюсь не только за себя, когда прихожу в церковь, но за братство, за Джона, Даниэла, Вейна и вас. Враг хочет, чтобы вы думали, что это касается лишь вас. И пока вы на вершине, все остальное не имеет значения. Нет, у вас есть братья в долине, за которых вы, вы сражаетесь. Не оставляйте битвы, потому что вы победили эту зависимость. Идите и вытягивайте из нее других мальчиков и мужчин. Помогайте другим мужчинам, которые борются с разводом, депрессией, с мыслями о самоубийстве. Сражайтесь за своих братьев. А затем он говорит, «Сражайтесь за сыновей своих». Мы сражаемся за наших мальчиков. Вот почему у нас есть христианская школа, и мы проводим лагеря и молодежную группу по средам. Вот почему у нас есть служение для детей. Вот почему мы строим здания для следующего поколения. Мы делаем это потому, что мальчики должны знать, что они могут стать мужчинами Божьими в церкви, которая любит их и вкладывает в них, учит их быть мужами Божьими. Когда вы приходите в церковь и молитесь, то сражаетесь не только за себя, но и за своих сыновей. Был один успешный адвокат в Чикаго. Он купил себе дом возле своего офиса. Он вел дела из небоскребов Чикаго. Каждый день, около мили, шел на работу. У него была проблема с алкоголем. Там был бар, который был постоянно открыт. Он ходил в бар и выпивал утром, затем днем и по дороге домой вечером. Он был успешен. Он использовал выпивку, чтобы справиться с давлением. Если я хочу быть успешным адвокатом, мне нужно что-то, что поможет мне справиться с этим. алкоголь стал тем средством, которое использовал враг. Он знает, что использовать против вас. Похоть, порнографию, алкоголь, наркотики, женщин. Враг знает. Он не глупый. Во время войны во Вьетнаме вьетнамцы строили туннели, которые проходили по длине обороны. Они нападали на американских солдат со спины. Они даже не знали, что они там были. Так работает враг. Кому-то из вас враг шел в тыл, но вы не знаете об этом. Я могу рассказать вам множество историй с Первой и Второй мировой войны и войны во Вьетнаме. Я поражаюсь тому, насколько это актуально в духовной жизни. Мы на войне. Я не знаю, понимаете вы это или нет, но сейчас не время расслабляться и говорить. Я просто буду плыть по течению христианства. Я оставлю эти зависимости и буду надеяться, что мои дети не сделают так же. Послушайте, мы на войне. Этот мужчина ходил и выпивал каждый день. Он напивался, чтобы снять напряжение. Однажды утром он шел на работу. Шел снег. Этот бокат и адвокат ходил в бар, выпивал, уходил и шел на работу. Он слышит, что это позади, поворачивается и видит шестилетнего мальчика. Он улыбается. Папа, я шел по твоим следам. Он ставил свои ноги там же, где были следы отца на снегу. Он сказал, Папа, я выбрался из дома. Я хочу быть таким же, как ты. Я шел за тобой. Папа, его отец расплакался. Он схватил сына и побежал домой к жене. Он сказал, прости, что он убежал из дома. И я смотрела за другими детьми. Прости меня, милый. А он сказал ей, нет. Это ты прости. Он вышел из дому и упал на колени со слезами на глазах. Он сказал, Боже, пусть мои следы не заведут моих детей в бар. Пусть мои следы ведут их в церковь. Пусть они ведут их в хорошие места. В тот день он изменил свой путь и больше не заходил в бар. Вы можете измениться. Вам не нужно ждать дня, когда ваш ребенок пойдет за вами. вы можете измениться сегодня. Враг хочет, чтобы мы думали, словно и не изменимся никогда. Твой отец был таким, твой дед был таким, и ты будешь таким. Это будет всегда с тобой. Это послание призвано побудить вас сказать, я меняюсь, я стану тем, кем меня хочет видеть Бог. Где бы вы ни смотрели нас, настало время измениться. Мы на войне. Она видна повсюду. Это война против нашей идентичности, мужественности, женственности. Сейчас в мире царит смятение. Женщины не уверены, должны ли они быть женщинами, а мужчины мужчинами. Люди не знают, как жить, как быть мужчинами. Мы должны вернуться к определению нашего Творца. Бог создал нас. Библия говорит, что Он создал нас по образу Своему. Мы не берем определение мужчины и женщины у мира, у Fox News, у BBC, у других каналов, у Twitter или Instagram. Это не то, что определяет нас. Мы должны найти свое определение у Бога. Возможно, сегодня Бог обратился к вам о том, как воевать против смущающих мыслей, которые пытаются отвлечь нас от того, чтобы быть мужчиной или женщиной, которая вас хочет видеть Бог. Я хочу, чтобы вы помолились со мной. Это нужно всем нам. Нам нужна Божья помощь посреди смятения. Мы должны вернуться к тому, что говорит Бог. Давайте скажем вместе, Иисус, я отдаюсь на Твою милость. Я Твой. Мне нужна Твоя помощь. Господи, покажи мне, кем быть, кем Ты создал меня. Боже, я благодарю Тебя за мир, мудрость, любовь и здравый разум. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что Бог даст вам это. Он ответит на вашу молитву. Вы сильные. Вы сильные мужи и жены Божьи. Вы готовы. У Бога есть большое для вас будущее. Не бросайте полотенца. Не сдавайтесь. Вы получили победу через Иисуса. Мы очень любим вас. и молимся за вас. И помните, что ваши лучшие дни ждут вас впереди. Они перед вами. Просто их дождитесь. Мы вас очень любим.